Татьяна, а что вас привело на Митинск? Ну, конечно, лично. Москва мой город. Вы знаете, я считаю, что электронное голосование, активный гражданин, который сделан для того, чтобы подмахлевывать результаты и электронное слушание, это специально сделано для того, чтобы правительство Москвы и некоторые члены правительства Москвы могли спокойно делать свои дела, могли спокойно рушить, могли спокойно строить. Здания, выстроенные в стиле конструктивизма, в новой системе оценки ценности памятников Департамента культуры наследия, в принципе, имеет намного меньше возможности стать памятниками истории культуры, ввиду объективных причин, связанных с тем, что они лишены декоративных элементов на посаде, связанных с тем, что они построены позже других зданий и, в общем-то, недополучают определенные баллы. Я считаю, что внедрённая недавно система оценки ценностей памятников истории культуры по баллам, она просто настолько неадекватна той ситуации, которая требует... Я считаю, что это вопрос... Ну, она неадекватна просто к цели поставленной. Это всё происходит не само по себе. Не просто нехорошие застройщики на большой дороге прибежали и занимаются своими чёрными делами, уродуют наш город. И, как совершенно правильно об этом говорят представители Архнадзора, необходимо законно запрещить исторической среды в целом. То есть защита всех объектов исторических на исторических территориях, независимо от конкретного статуса того или иного здания. Потому что самое ценное в историческом городе – это не отдельные здания, это атмосфера. Такое замечательное бульварное кольцо в Москве, оно обзавелось общественным транспортом. Ещё в 19 веке это была конка. Это был экологически чистый транспорт. И всю историю общественного транспорта на бульварах, он был представлен именно транспортом без выбросов. Редактор субтитров А.Семкин